Доктор Куликов – яркий пример того, что и слегка модифицированные крылатое выражение, а кушерами-гинекологами не рождаются, ими становятся, может ошибаться. Ильяс Александрович появился на свет именно в свой профессиональный праздник. Пациентки любят врача за чуткость, внимание и доброту. Приезжают из разных уголков Московской области. Он ответственно подходит к своему делу, то, что к операции, все сохраняет, хотя пугали в других местах то, что будет совсем другой сход, поэтому о нем только самое лучшее впечатление. Все мы здесь по несколько недель, даже не в сохранении, а в наблюдении, наверное, потому что мы находимся в группе риска по кровотечению и так далее, экстренной операции. Еще один врач отделения патологии беременности Анзор Загаштоков решил стать акушером-гинекологом во время учебы в медицинском колледже. С пониманием относится ко всем сложностям, что возникают в процессе работы. Беременность все-таки протекает по-разному. Это изменение гормонального фона, это изменение психоэмоционального состояния женщин. И где-то нужно быть более лояльным, где-то нужно быть более терпимым. А это порой очень сложно в нашей профессии, когда приходится очень много работать. В Видновском перинатальном центре 44 врача-акушера-гинеколога. И каждый доктор знает, что в ответе сразу за две жизни – мамы и ее будущего ребенка. Отмечают, что равнодушных людей в этой профессии нет. Какие бы ни были сложные ситуации, какая бы ни была сложная пациентка, как бы сложно не протекали ее роды. Вот этот момент рождения здорового ребенка, что мы все смогли, мы правильно выбрали тактику, это привело к рождению здорового малыша. Мы очень счастливы всегда. Может быть, даже более, чем сама пациентка, потому что мы знаем, какой ценой это все досталось. Заведующая акушерским отделением Ирина Закревская помнит многих своих пациенток. Говорит, о другой профессии даже не думала, потому что родилась в медицинской семье. Все мои родственники – папа, дядя, все врачи. Я не скажу, что это акушер-гинекологи. Папа у меня патолгонатом, дядя инфекционист, тетя педиатр. Поэтому и мой выбор пал на медицину. В 14 лет я пошла работать в операционный блок родильного отделения санитаркой. С тех пор моя непрерывная карьера связана с медициной. Акушер-гинеколог женской консультации на змея Алиева тоже из медицинской семьи. После девятого класса решила, что станет врачом. Считает свою профессию командной работой. Не отказывает пациенткам в любой помощи. Акушер-гинекологи – это всегда еще и психологи, потому что пациенты приходят, у них эмоциональный настрой, у беременных очень лобильная нервная система. Поэтому мы еще и психологи, мы подруги, мы поддержки на приеме. Все акушер-гинекологи считают, что быть причастным к появлению новой жизни – это главное и самое большое удовольствие от профессии. Но к тому длинному и трудному пути, который этому предшествует, готов далеко не каждый будущий медик. Самое главное, я считаю, нужно полюбить эту деятельность, профессию. Полюбить именно беременных, рожениц, родильниц. И когда появится интерес, тогда будет все получаться. Я считаю, что здесь профессионалы работают, и все безумно любят свое дело. Василисе Карповой всего один год и три месяца. Кто такие акушеры-гинекологи, пока не знает. Но папа Женя и мама Юля с благодарностью вспоминают чудесное время появления своей принцессы на свет. Меня очень хорошо встретили в приемной отделении, потом поместили в родильную палату. Очень хорошее обслуживание было. Очень мне стыдно, что я не помню, кто принимал у меня роды, так как у меня были очень долгие роды, 14,5 часов, и я две смены застала. Экстремальность и экстренность, быстрота принятия решений и гигантская ответственность. Отличительная часть профессии, которую выбрали они, акушеры-гинекологи. И за это их каждый день благодарят женщины, которым они помогают. Галина Житкова, Константин Бролов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова